Здравствуйте! Мы с вами находимся где-то в 80 километрах от Гамбурга. Замечательная немецкая глубинка, поля, ветряки, зелень потрясающая. И самое главное, конечно, не это. Самое главное, это новый автомобиль Мазда 3 МПС, ради которого мы сюда с вами забрели. Я пока толком не успел поездить на этом автомобиле, поэтому про мощность или управляемость ничего сказать вам не могу. Могу утверждать совершенно четко только одно – внешностью автомобиль обладает гораздо более яркой, чем предыдущая версия. Пятиугольная решетка радиатора с доминирующими элементами противотуманных фар добавляет облику Мазда 3 МПС спортивности. Широкая прорезь на капоте, которая служит для охлаждения интеркулера, также делает машину очень агрессивной и щищной на вид. Боковые и нижние спойлеры визуально понижают центр тяжести автомобиля и способствуют улучшению аэродинамики. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,32. В задней части автомобиля бросаются в глаза выступающие колесные арки, две выхлопные трубы и большие 18-дюймовые колеса из легкого сплава, которые устанавливаются только на версию МПС. Сильно изменились задние фонари, особенно правый. Обратите внимание, там теперь есть кнопка закрывания дверей. Изменился задний бампер. Из него исчез черный диффузор, который располагался здесь в зоне номерного знака. Он должен был намекать на родство Мазда 3 МПС, настоящей гоночной машины. Короче говоря, машина получилась очень яркая и красивая. Но, естественно, в первую очередь всех пользователей интересует не то, как она выглядит, это и так всем понятно, а как она ездит. Я вам с удовольствием об этом расскажу. Только, с вашего позволения, не сейчас. Мне нужно принять душ, выпить чашечку кофе, переодеться и тогда уже как следует протестировать эту машину. А пока предоставим слово разработчикам этого автомобиля. В ходе разработки основное внимание мы уделяли улучшению стабильности движения. Особенно на высоких скоростях, с которыми движутся автомобили по немецким автобанам. Для этого мы заново провели тщательную ревизию элементов шасси. Баланс между управляемостью и комфортом заметно улучшился. Но это не означает, что автомобиль стал менее спортивным. Наоборот, его рулевое управление стало более минейным и естественным. И, как следствие, более точным. Теперь кузов стал меньше крениться на поворотах. Это достигнуто за счет увеличения расстояния между опорами стабилизатора, поперечной устойчивости, что повысило сопротивляемость крема. Чтобы добиться этого, европейская команда испытателей проехала много километров по обычным европейским дорогам, автострадам и даже по Нюрнбург-рингу в Германии. В течение этого времени команда работала по всеобъемлющей программе тестирования с целью адаптации новой версии МПС к требованиям европейского рынка. В ходе испытаний на всемирно известной северной петле Нюрнбург-ринга закамуфлированный прототип МАЗД-3 МПС улучшил показатели температуры тормозных механизмов во время торможения, а также настройки амортизаторов. Владельцы машины могут насладиться моделью МПС, специально адаптированной к европейским дорогам. Профиль дорожного покрытия северной петли уникален. Здесь тестируются практически все автомобили. Поверхность не имеет повышенной шероховатости, необходимой для гоночной трассы, а напоминает обычное дорожное покрытие. Перепад высот, который приходится преодолевать, равен примерно 300 метрам, что также близко к дорогам общего пользования. Я перестал считать круги, которые мы проехали по трассе Нюрнбург-ринг. Могу сказать одно. На новой МАЗД-3 МПС мы проехали несколько тысяч километров и воочию смогли увидеть улучшения. Вы видели, автомобиль доставляет удовольствие. И не только на кольцевых трассах, но также и на извилистых загородных дорогах и немецких автобанах, на которых скорость не ограничена. Попробуйте сами. И мы попробовали. Для меня самое большое и приятное отличие новой МАЗДы от предыдущей – это улучшенная управляемость. Машина стала гораздо острее реагировать на руль, и это не может не радовать. Я думаю, что это следствие немножко перенастроенной подвески и усиленных стабилизаторов, как переднего, так и заднего. Кроме всего прочего, инженеры МАЗД утверждают, что кузов был достаточно серьезно переработан по сравнению с предыдущим поколением. Кузов стал гораздо жестче на скручивание, он усилился. В то же время потерял в весе 25 килограмм. Это, конечно, существенно. Комфорт от вождения во многом связан с улучшением конструкции кузова. Кузов стал жестче, легче, прочнее. С помощью использования высокопрочных сталей конструкторам удалось еще больше повысить и так неплохую жесткость кузова. В результате минимальная снаряженная масса без учета веса водителя составляет менее 1400 килограммов. Неплохой показатель для компактного спортивного автомобиля. Естественно, чего мы ожидаем от версии МПС? Мотора. Моторы, еще раз моторы. Турбомотор рабочим объемом 2,3 литра оснащен системой непосредственного впрыска топлива, которая впрыскивает бензин в цилиндры под давлением до 115 бар. Это позволяет повысить крутящий момент до 10% по сравнению с обычными двигателями. Мотор развивает максимальный крутящий момент 380 ньютон-метров при низкой частоте вращения 3000 оборотов в минуту. И при этом результат достигнут без снижения экологических параметров. Мощность двигателя 260 лошадиных сил. Он разгоняет автомобиль от 0 до 100 км в час за 6,1 секунды и позволяет достичь максимальной скорости в 250 км в час. Он действительно достаточно интенсивно ускоряет автомобиль, но, внимание, любители мощных прохватов, на самом деле машина стала чуть спокойнее разгоняться. Я даже думаю, что это не отразится на секундомере. Я думаю, что разгон до сотни остался точно таким же, как и был. Но все-таки какая-то неуловимая задемпфированность между вашим желанием ускориться нажатием на педаль акселератора и фактическим ускорением все-таки появилась какая-то небольшая задержка. Я думаю, что самые горячие парни этому не обрадуются. Очень хорошо работает коробка переключения передач. Хода рычага короткие, выверенные, никаких ошибок на переключении нет. По-моему, инженеры наконец решили самую главную проблему МПСа. Они сделали подушки мотора гораздо более жесткими, нежели были на предыдущей версии. Сейчас при интенсивном торможении или разгоне тормозной агрегат не качается, соответственно, коробка находится тоже в покое. Рычаг переключения передач стоит строго вертикально, и передачи не вылетают. Раньше такое иногда случалось, но при очень уж интенсивной жесткой езде. Сейчас, я думаю, даже при таких же условиях проблем не будет никаких. У предыдущей версии МПС была одна большая проблема. Машина нещадно буксовала на разгоне. Оно и понятно, мощность 260 лошадиных сил, машина переднеприводная, но достаточно сложно эту мощность было реализовать. Сейчас для того, чтобы справиться с оставшейся, кстати, по-прежнему мощностью без изменений, те же самые 260 лошадиных сил и 380 ньютонов метров момента, инженеры Мазды переработали электронику автомобиля, и теперь момент на первой, второй и третьей передаче заметно поддушивается, он подзажимается. Только переключив на четвертую передачу, вы имеете возможность полностью использовать всю мощность мотора. Тут уже на четвертой передаче ничего не буксует. Тяговое усилие передается от двигателя на поверхность дороги специально разработанными для Мазды 3 МПС 18-дюймовыми шинами, данлоп шириной 225 мм. В стандартном исполнении Мазды 3 оснащается передними и задними тормозными механизмами с дисками большого диаметра. В версии МПС передние тормозные механизмы имеют диски еще большего диаметра. Машина стала очень хваткая. Кстати, акустический комфорт от этого тоже только выиграл. Покрышка очень тихая. Поэтому в этом плане все, в общем-то, достаточно удачно. Кроме жесткости кузова, инженеры еще достаточно серьезно переработали аэродинамику. Теперь коэффициент лобового сопротивления всего 0,32. Естественно, это позитивно сказалось и на аэродинамике, и на шумоизоляции. По идее, после скорости в 150 км в час машина стала лучше прижиматься к асфальту. Немножечко она потеряла в дорожном просвете. На 10 мм стал короче дорожный просвет. Машина стала ниже. Для того, чтобы улучшить поведение автомобиля на автобане, инженеры очень серьезно увеличили задний антикрылон. Увеличилась прижимная сила. Машина стала гораздо стабильнее на высоких скоростях. Сейчас мы с вами едем по тихому пригороду Гамбурга. Здесь очень спокойное движение, но всего 10 минут назад мы были на настоящем немецком автобане. Причем на той его части, где ограничений скорости нет вовсе. Это было действительно здорово. Мы смогли в течение, наверное, 10 минут поддерживать скорость в 250 км в час. Именно на этом уровне скорость ограничена электроника. И могу сказать, что машина вела себя крайне стабильно. По ощущениям, она вполне могла выдержать скорость и в 300 км в час. Но из соображений безопасности инженеры ограничили скорость на отметке в 250 км. Машина явно стала более комфортной, при этом не потеряв своей эмоциональности, ведущей здорово. Интерьер Mazda 3 MPS также имеет спортивный вид. Кокпит ориентирован на водителя, приборы хорошо читаются. Материалы отделки салона приятны на ощупь, вплоть до самых мелких деталей. Но автомобиль годится и для ежедневного использования. Задняя часть салона довольно просторна. Имеет сидения, отформованные для двоих пассажиров. В стандартном исполнении на автомобиль устанавливается аудиосистема с 10 динамиками. Надо сказать, что по ощущениям машина в принципе стала богаче, дороже что ли. Я не знаю, сколько она на самом деле будет стоить в автосалонах, но по ощущениям машина точно совершенно прибавила, она как-то подросла. На самом деле она действительно подросла, она стала чуть больше, чуть тише. Среди дополнительных опций, которые облегчают водителю жизнь, появилась система навигации, появился круиз-контроль. И есть ощущение, что ты сидишь не в Mazda, а в машине чуть более высокого класса. Это чертовски приятно. Ну что ж, друзья мои, наш тест-драйв подошел к концу, и я счастлив поделиться с вами выводами об этом замечательном автомобиле. Мы поездили по немецким автобанам на скорости 250 км в час, и это нам понравилось. Мы испробовали машину на загородних узких немецких дорожках, и это тоже было неплохо. Жалко, что мы не поездили на нем по автодрому. Ну, тут уж придется отложить до нашего любимого автодрома Мечкова, на который машина рано или поздно, конечно же, попадет. Могу вам сказать, что машина стала более комфортная, более дорогая, но приятно, что при этом она не утратила своей эмоциональности. На этом все, за всем откланиваюсь. С вами был мастер спорта Борис Шульмейстер. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok